Здравствуйте, подписчики канала САПАСФИНВАЛ. Меня зовут Алан Схаврибов и мы начинаем наш еженедельный пятничный стрим в 16.00. И сегодня в гостях у нас общественный деятель Балея Газата, руководитель общественной организации НЕФС. Он уже у нас на канале, и я сейчас включу ему микрофон. Амен Абудуна Райдая. Добро пожаловать. Присоединяюсь к поздравлениям. Все девушки, все женщины, которые могут сейчас нас слышать. Валим, начнем разговор. Давай я предлагаю начать разговор. А потом уже вот как получится с общественной организацией НЕФС, которой вы возглавляете. Что это за организация, чем она занимается? В двух словах расскажите, пожалуйста. Это общественная патриотическая организация, которая в ковидные времена оказала большую помощь и Южной Сети, и также нашим регионам здесь, как было известно, Пирода Маньябун, НЕУДИТАМАХИЗН, ЧЕЙВАЙТАХОСНОФАКУЛЬТО. Мы на БУНКУДЬЁВТАХОСКУЛЬТО. В общем, это общественная патриотическая организация, которая помогает всем осетинам, и в том числе и пара хаткана, ироных доу, ироных зак и так далее. Да, я помню публикацию, вы приезжали в Южную Осетию, в том числе в Ленингор, привозили помощь. Валим, почему важно заниматься общественной организацией? Валим, почему важно заниматься общественной организацией? Валим, почему важно заниматься общественной организацией? Об этом происходит с medianами, и в то время заняться общественная организация? Валим, что важно заниматься общественной организации? Субтитры сделал DimaTorzok в то время и остальные отношения к соединировкам, после времени я наступил в виду, это есть 1 час, и я стал темы, пока я не просил отпускать первый раз, если находится в окно, то он не может заниматься в окно, но надеемся, чтобы превращаться с несколькими. И не будет, но чтобы я ненав discusses на нашем сайте, это не только но и это и 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 не он он кто Зачем言ать им как известно, что вы можете получить декорацию? Картина Можезтоева и что вы не можете видеть? Я не могу. Я хочу сказать вам что я вас покажу. Он хотел бы сказать у меня в какой-то Nacional. Поехали. Как вы думаете, что вы думаете? У меня очень большой вопрос, как я хочу говорить. Я говорю, вы не должны знать, как раз я держу в кассе социальных процессов, когда вы думаете очень-очень, что на это говорит, или политика? Продолжение следует... 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 Которые возглавляли вот эти общественные организации Определенные трудности Да, 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 да Вот, бор, на бор, да, ретро, все сходит на нет, понимаешь Там же нету такого, что вот прям вот идейные люди Которые бы возглавляли вот это И вот, как вот во Франции, грубо говоря, Мария Липен У них вот это от отца к дочери, короче Чтобы вот так у нас было У нас, наверное, еще такого нету Чтобы вот общественные организации были настолько идейными Идейными организациями, я могу сказать Вот еще в 90-е, наверное, был Адамон Хас Это была всеобщая такая большая организация Которая объединилась в борьбе против грузинской интервенции И боролась за свободу нашего народа и нашей страны А остальные, остальные организации, они просто Ну Фодятся, но фаванбой, да, видос Уже так вот не здоровы И утаинната Вот бор, на бор, да Ну вот, я уж Вот так вот Да, это правда Что ты скажешь по поводу такой мысли, что общественные организации Просто если бы у них было на какие средства существовать То их было бы больше Потому что Южная Сибирь Так я об этом и говорю Что если бы государство это как-то поощряло Но государство этому воспрепятствует То есть человек, который имеет общественную организацию И его взгляды идут в разрез с государственной политикой Ему создают все условия, чтобы у него не было никаких средств существования Если у него есть бизнес, на его бизнес давят Если у него есть какие-то средства дохода Они пытаются это все, эти средства дохода перекрыть Вот поэтому в Южной Осетии Ну и в целом Южной Осетии Наверное и в Российской Федерации Все вот эти организации сошли на нет Спасибо Хорошо Про причины Ну вроде да Понятно В общем понятно Валют Про СМИ мы тоже сказали Потому что они государственные Ясно почему молчат Но вот ситуация с депутатами С лишением гражданства Что сейчас можно делать Какие шаги нужно предпринимать Чтобы такого не повторилось Ну во-первых Народ Южной Осетии должен объединиться Вокруг вот этих трех человек Которые абсолютно ничего не сделали И просто были Их лишают гражданства ни за что Люди, которые Назвали Которые иноагенты И митингуют в России Их не лишают А вот этих людей почему-то взяли и лишили Народ Южной Осетии должен объединиться Вокруг вот этих людей Потому что завтра, послезавтра С ними может случиться то же самое И чтобы максимально Вот этим людям нужна максимальная поддержка Народа Южной Осетии И чтобы они в правовом поле Обстояли свои права И я думаю Это какое-то недоразумение И какие-то кляузы Потому что Ну не может быть так Чтобы вот просто ничего Их лишали Я думаю Что из Цхинвала Поступает неправильная информация Нашим партнерам российским Которые Которые были Которые получили неправильную информацию И решили Вот Поступить вот Так вот С нашими вот депутатами Вот этими Я думаю Сейчас они вроде подали в суд Насколько мне известно И суд будет разбираться Почему так стало А народу Южной Осетии Стоит абсолютно Каждому человеку Который более-менее Патриотичен Стать рядом с этими людьми И поддержать их В видеозаписи Которые опубликовал Бит Санакоев На нашем канале Фрагмент его тоже есть Он как раз говорит о том Что Ну о ситуации С Недостоверной информацией Назовем его так Которая идет в Россию Вот В этой ситуации Что должен сделать По-твоему Глава государства В данной ситуации И Глава парламента Спикер Ну там не только Глава государства Я думаю Что во-первых Глава государства Должен описать Соответствующие органы Почему это происходит Но Так как Глава государства Заинтересован Что наверное Лежали вот этих людей Гражданство Он делать ничего не будет Всю внешнюю политику Политику Гражданство Определяет Глава государства А потом уже И Министерство иностранных дел Ни Министерство иностранных дел Ничего не делает Ни глава государства Потому что Скорее всего Они заинтересованы в том Чтобы вот этих людей как-то наказали. Потому что эти люди, что были оппозиционной той власти, которая до этого была, что более-менее есть хоть какая-то оппозиция этой власти. И многим людям это не нравится, включая и, наверное, людям с Москвы, которыми коммуницирует и глава государства. У нас практически все выборы, главы государства, практически все выборы были протестны. То есть, да. Он же, в принципе, пришел на протестных голосах и занял место президента. Вместо него был бы любой кто-нибудь другой. Мартырух Сагат был бы тот же Цюгри, он бы тоже выиграл при выборе президента, скорее всего. Я к тому, что все выборы были протестны, и в том числе выигрывали люди, которые на этих протестных голосах набирали свои голоса. Если есть оппозиция, на которую ты опираешься, я говорю сейчас про, скажем, кандидатов в президенты, да, вот и оппозиционеры, и хочу с оппозиционной точки зрения оппозиция действующей власти прийти к власти. И потом, когда люди приходят в власти, они ту же самую оппозицию, на волне которой они пришли, почему-то недолюбливаются. В чем причина? Ну, потому что, ну вот, давайте возьмем последние выборы. Как пришел Алан Гоглой в в власти? И ради кого? С кем он пришел? Он пришел в власти с Джамбулатом Медоевым, с тем же Гарри Мульдаровым, который, кстати, занял третье место, если я не ошибаюсь. С Давидом Сануковым, которые стали рядом с ним, как единая оппозиция, и шагнули с ним в его предвыборный марафон, который закончился для него благополучно. Ну, потом, наверное, оглянувшись, осмотревшись, то, что он им обещал, это для него стало тягостью. Ну, в целом, ни одно обещание, которое он давал, которое было софиксировано в его предвыборном, в дни его предвыборного марафона, не было исполнено. В том числе и, наверное, вот этим людям. А зачем, когда тебе люди дают слово, и потом его не держат, ну, каким образом с ним можно тогда о чем-то договариваться, коммуницировать или что-то делать? Если подумать, что все выборы были протестные, и, в принципе, ничего не меняется, с каждой новой властью повторяется одно и то же. Дело бывает просто во времени. Когда-то это бывает медленнее, когда-то немножко быстрее. То есть недовольство властью в последнее время быстрее и быстрее нарастает. То, может быть, сама форма не подходит для Южной Осетии, потому что парламентская республика – это тоже форма власти. Есть ли смысл? Здесь я, пожалуй, с тобой соглашусь, что время тогда, когда нужна была сильная президентская власть, уже закончилось. Такая маленькая республика должна быть парламентской. И парламент должен, народ должен в лице своих депутатов руководить государством. А не один человек, который приходит к власти, и из президента в президенты бывает одно и то же. Абсолютно ничего не меняется. Абсолютно люди бывают опять обмануты. И их надежды просто горят в синем пламени, и они не знают, что делать. И приходят к мнению, что кто бы ни был у власти, все равно будет так же. Один, второй, третий, четвертый – ничего не поменялось. Ну, наверное, надо уже менять форму управления государства, наверное, чтобы что-то хотя бы поменялось. Ну, может, сама система такая, что, не знаю, почему-то не решаются какие-то вопросы из года в год. Повторяются одни и те же. Ну, какая система? Допустим, давай возьмем нынешнюю власть. Ну, нынешняя власть, если ты, грубо говоря, если ты не врач, ты не сможешь вылечить пациента. Если ты не политик, тогда у тебя на политическом поле ничего не получится. То же самое. Я не считаю действующего президента политиком, который бы решил хоть один вопрос для Южной Осетии. Мы начали вот с таможни и закончили вот сейчас лишением гражданства. Ну, когда какие проблемы у нашего населения были вот на таможне? Что он элементарно не мог, вот ремонтируется человек, покупает 15-20 квадратов керамогранита и не может отвезти его к себе домой, чтобы поменять, обставить свою ванну с вот этим же керамогранитом. Он должен брать, написать какие-то заявления, что он не является этим предпринимателем и везет его для личного пользования. Когда такое было? Когда лишали наших гражданства? И молчал, и МИД молчал, и президент молчал. Когда такое было? Никогда такого не было. Потому что, если я еще раз повторюсь, повторю слова, вчерашние слова Давида Санакова, которые были опубликованы в вашем канале, что нынешняя власть, она не политически недееспособна, не умеет она. Если вы хотите, то что вы можете сделать? Какие прогнозы вы можете сделать? Как будет Южная Сечка? Сумбом буквально для нас на пороге очень близко парламентские выборы. На парламентских выборах начинается опять потихонечку-потихонечку раскачка. Новые партии у нас появились, молодые партии появились. И, кстати, новая партия «Справедливость» Гарри Мульдарова. Ну, будем смотреть после парламентских выборов. Давай пока, чтобы кто придет в парламент, оттуда и будет то, как будет строиться наше государство дальше. Кто будет в этом парламенте, я имею в виду. Хорошо. Еще один такой вопрос. Слово, которое, на мой взгляд, прекрасное слово, но которое очень сильно потрепали. И, в общем, его используют там, где надо и не надо. Это слово «патриотизм». Что такое патриотизм, по мнению Валей Газад? Патриотизм — это, на мой взгляд, это ты, когда я в твоем сердце, твоя родина. Вот это патриотизм. Это, когда мир на твоей земле и благополучие. И когда твой народ не бедствует и изнывает, а радуется. Вот это патриотизм. Все остальное — это кричащие громкие слова, которые потребляются в преддверии выборах. Большое спасибо за время, которое нам уделил, за свое мнение. Желаю удачи. Всего хорошего. Всего доброго. Дорогие друзья, на этом наш стрим, прямой эфир закончился. Валей Газад, общественное движение НЭФС, общественная организация НЭФС, был с нами в эфире. Запись этого стрима вы можете очень скоро послушать на нашем канале. Те, кто не успели послушать в прямом эфире, можете послушать его в записи. Каждую пятницу в 4 часа мы будем вести прямой эфир с разными людьми. Кстати, в комментариях можете писать, кого бы вы хотели послушать следующим нашим спикером. Ну, пока я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok